МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Почему? А что такое? Что вы привыкайте? Читайте. Все у нас сейчас открытое общество. Если вы думаете, что вас не снимают, то вас снимают. Весь город оснащен этими видеокамерами, в метро видеокамеры. Всех сразу исчислят, так что можно просто на это не обращать внимания. Я однажды давно уже, когда был кандидатом в народные будаты СССР по Ленинградскому национально-территориальному округу. У нас тут возник большой спор в городской. В Лахтинском разливе собирались сделать какой-то развлекательный центр, а там уникальное природное место такое. Ну вот. Ну и я решил по этому поводу, как кандидат, обратиться в ФСБ. Прихожу, товарищ меня завел в этот самый белый дом, там у них помещение хорошее. И говорит, Михаил Васильевич, а можно вы не возражаете, если я буду записывать? Я так подумал, думал, я и так думал, что они будут записывать. Он вот такой достает из папочки, тоненький-тоненький магнитофон. Примерно такой, который вот сюда можно положить в кармане. Поэтому, скажем, сейчас отличить вас записывают или не записывают, практически невозможно, во-первых. А во-вторых, и не нужно. То есть у меня был такой опыт, когда мне написали волчий билет на лекцию. Что я-то, кто-то, кто-то выступаю против рабочего класса, причем такая профессора Сылыковская. И мне долго нужно было отмываться потом. И я понял, что самое вот... Собирались снять вообще, так сказать. Я когда был молодым преподавательным ассистентом. И я понял, что то, что вас записывают, это хорошо. Хуже, когда вам приписывают. Если вам что-нибудь приписали, чего вы не говорили, а у вас вот запись есть, и все. А по записи, ну, есть и есть. Но человек, если он споткнулся, ну и споткнулся. Все спотыкаются, что такого вот этого необыкновенного. Вот. Потом, ну, научиться вообще говорить без ошибок, это... Такая задача не может стоять, потому что никому это не удалось. Ленин писал, никогда, говорит, не публикуйте мои речи. Потому что я не видел ни одного хорошей записи моих речей. Или давайте краткое научное, то есть газетное сообщение. Или печатайте статьи, которые я сам написал. То есть поэтому кого-то найти из ораторов, который никогда никаких ошибок не сделал, не приходится. Поэтому не надо на это настраиваться. Надо к этому относиться, как к такому рядовому обстоятельству. С одной стороны. А с другой стороны, ну, это вот у вас есть возможность, ну, скажем, вы сами посмотрели, как вы выступали, проанализировали, сделали выводы на следующего раза. И еще раз, и третий раз, и четвертый раз. Другое дело, что у вас такой возможности не часто бывает. Потому что надо, чтобы было выступление не просто, вот вы перед камерой. Ну, как вот перед камерой никого нет, ни с того, ни сего будешь выступать. Это не то настроение. Поэтому таких публичных выступлений у вас, которые даются в записи, очень мало. И то еще мы не знаем. Когда вывесят, вывесят ли, у нас тоже бывают проблемы. Это же люди вывешивают, так сказать, потому что они, вот, так сказать, такую общественную задачу решают. Нет, у вас очень любитель был. Я был знаком, у него, он учится в Шрекции, прекрасно. У него в университете, например, Тойка. И к ним подошел преподаватель и сказал, что у вас все равно будет речь. Да. На тему копии. На английском языке. Вы помните, что я вас снимаю. Они говорили. В общем, у них их было ровно, где ты, или пять. Ну, что-то в таком роде, где-то, пять минут, за которые они должны подготовить целую речь. И на том же пять минут. Они, кажется, не стали знать, но человек говорит, как правило. Он заставил это делать, это было на первом занятии. Сначала я снял, потом все проанализировал, и потом сделал то же самое, в последнем занятии. И показывал сравнение, как они, понимаете. Потом учили, учили. Потом вот теперь ввели уже правило сейчас, недавнее. Кандидатской диссертации идет сплошная запись. Теперь. И, так сказать, все это вывешивается. Докторские диссертации тоже. Ну, а как к этому приготовишься? Не будешь же ты впервые начинать, когда вы будете писать кандидатскую или докторскую, начинать готовиться к выступлению. Как-то это должно быть уже привычным делом. Вот. Поэтому это, в общем, надо понять, что мы находимся, сидим на веранде и пьем чай. А люди мимо идут и видят, что мы сидим на веранде и пьем чай. И вот к этому надо так и относиться. Как совершенно, ну, как к тому, что, ну, вот вы выступаете, а другие слушают. Ну, так и так же, и вот вы выступаете, а другие слушают и смотрят. И что в этом какого-то плохого? Потом, потом тут речь идет о студенческих выступлениях. Студент кто такой? Это человек, который находится специалист в становлении. Правильно? Раз в становлении, ну, скажем, можно было бы считать, что вот преподаватель какие-то глупости говорит. Это, ну, нехорошо. А если студент делает какие-то ошибки, ну, он же не претендует на то, что он закончил. То есть он уже не является в этой области уже законченным каким-то там бакалавром. Правильно? Ну, поэтому какие тут могут быть претензии? Никаких. Поэтому надо вот... Другое дело, что надо себя освободить от, ну, вот этого вот чувства такого, которое вас сковывает в этом плане. Потому что есть другая опасность. Вот люди, которые наконец начинают решить, что им надо выступать, они потом им никак не начать. Вот у нас была конференция кафедральная. Выступает девушка молодая, читает. Почему читает? Потому что тут приучено так. Она не может оторваться. И что получается? Я ее спрашиваю, вы что читаете? Это вы хотите показать, что вы умеете читать? Ну, что вот этим человек показывает? А как делать так, чтобы не читать? Надо, значит, постепенно вырабатывать способность осмысленно говорить, то есть следить за своей речью не по бумаге. По бумаге вы смотрите за тем, что вы написали в другое время. А здесь другие люди, другое выступление. Вы не на людей смотрите, а на бумагу. Разрыв между аудиторией и вами гарантированный. Потому что вы читаете свое, а они думают, а что я буду слушать, а она читает. Поэтому от этого очень трудно потом избавиться. Лучше к этому не привыкать. То есть лучше настроиться на то, что это тут не обращать внимания и все. Вот так что. Отсюда и вам слово предоставляется. Пожалуйста. Хотите, вот можете, съесть или встать, как вам удобнее. Пожалуйста. Наспать надо себя. И, скажите, пожалуйста, откладывайте. Кстати, это вот поскольку практика, педагогическая, то она усиленная. Скажите, вы хотели практику, вот вам практика. Пожалуйста. Продолжение следует. 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 В начальных главах работы «Немецкая идеология» авторы утверждали, что немецкая идеалистическая критика выросла из системы Гегеля и его мистифицированной философии, но не преодолела ее. Как мы все знаем, гегелевская философия составила целую эпоху в развитии самой немецкой философии, в том числе повлияла на западную европейскую философию и, в принципе, являлась таким очень важным звеном в становлении духовной жизни Германии. И только к середине 40-х годов XIX века как в Германии, так и в Европе созрели общественные условия для состройной критики гегелевской системы философии. И развитые европейские страны приближались к демократическим революциям, философская идеологическая полемика между представителями различных течений достигала своего накала. И в том числе Марк Зенкс в своей работе «Немецкая идеология» размечали немецкую философскую критику от таких известных философов, как Штраус до Штирнер. Они говорили о том, что они ограничивались только критикой религиозных представлений. В частности, они писали, что ни одному из этих философов в голову не приходилось задать себе вопрос о связи немецкой философии с немецкой действительностью, а их критики – с их собственной материальной средой. И поэтому и Маркс, и Энгельс излагали свое собственное толкование миром, начиная с совершенно иных предпосылок, которые не были догмами, а были прежде всего в их интерпретации действительными предпосылками понимания истории. То есть они исходили из того, что история, прежде всего, это история не идеи, а история, ну так как это был исторический материализм, а история вещей. И уже непосредственно, а так как это была история вещей, она была ближе к народу и к той стране, и к той культуре, которую, собственно, они и предлагали в своей, ну вот, в истории изучать. То есть философия, она была где-то над жизнью, под людей, которые населяли Римами. Они же предлагали углубиться вот в корень, в то, что они непосредственно произведены своими руками, и в дальнейшем они будут говорить о том, что именно то, что они производят, обеспечивают их сознание, их вообще мир, и вообще-то, и в общем-то, сам человек, он в связи с того, что он делает. Они писали, это действительно индивиды и деятельности, и материальные условия жизни, как те, которые они находят уже готовыми, так и те, которые они создают собственной деятельностью. Таким образом, предпосылки эти можно установить чисто эмпирическим путем. И первой предпосылкой такой человеческой истории они называли живых человеческих индивидов, то есть было принято и было призвано непосредственно взглянуть на самого человека, как на тверца вот этой истории. Эти индивиды имеют интересную организацию, обусловленную ей отношение к остальной природе. Потом, кроме того, в своей работе «Немецкая идеология» Маркс и Энгельс, они обратили внимание на интересную связь природы и человека, но природы именно материальной, то есть непосредственно производства, земледелия, и вот той природы, с которой человек непосредственно сталкивался каждый день своими личными какими-то действиями. Люди начинают отличать себя от животных, как только начинают произвести необходимые средства к жизни, что обусловлено их телесной организацией. И, произведя, люди косвенно производят свою материальную жизнь, что, собственно, обусловливает их дальнейшее становление. Далее авторы говорят о том, что способ, каким люди производят необходимые средства к жизни, зависит прежде всего от свойств самих этих средств, находимыми ими в готовом виде и подлежавших воспроизведению. Этот способ воспроизводства надо рассматривать не только с той стороны, что он является воспроизводством физического существования индивидов. В еще большей степени это определенный способ деятельности данных индивидов, определенный вид их жизнедеятельности и их определенный образ жизни. То есть непосредственно не воспроизводящий труд делают того человека, которого мы, например, будем рассматривать, а способ их деятельности и вид их жизнедеятельности. В общем-то это определяет и способ жизни. Как важна деятельность индивидов, так и вы они и сами. И то, что они собой представляют, совпадает с их производством. И это совпадает как с тем, что они производят, так и с тем, как они производят. Ну, в общем-то, если обратиться к истории, то, в принципе, это очень хорошо прослеживается. То есть в отношении людей, например, с землей, если это были крестьяне, то их способ обработки земли и вообще отношения с их, получается, со средствами производства, они обуславливали всю их дальнейшую жизнь. И, то есть, если менялись какие-то условия, например, обработки земли, или увеличение пассивных территорий, или изменение способа производства, то, собственно, менялась их жизнь. И это дальше приведело к тому, что изменялась история, и, соответственно, в более глобальном масштабе происходили какие-то коренные изменения. Что представляют собой индивиды? Вот эти люди, на которых необходимо обратить свое непосредственное внимание. Маркс и Энгельс говорят, что состояние индивиду зависит от материальных условий их производства. Водятся понятия способ производства, средства к жизни, способ воспроизводства, не только физического существования индивидов, но и определенный способ деятельности индивидов. Что также обославливает появление понятия «определенный образ жизни». То есть, так как мы говорили, что отношение к производству, воспроизводству, жизнедеятельности обославливает определенное состояние человека в историческом каком-то контексте, то и, соответственно, нужно говорить об образе жизни как в таком неком совокупности факторов. В данном тезисе авторов подходит категория общественно-экономической формации. То есть, как раз то, о чем они говорят, что такое отношение человека к производству, то есть, изменение такого отношения изменяет дальше его жизнь и приводит к глобальным изменениям. Как раз к таким глобальным изменениям можно относить смену таких общественно-экономических формаций, что, собственно, по Марксу являлось двигателем вообще прогресса и, ну, в общем, смену формации. Изменения, приводящие к смене формации, собственно, приводили к изменению в истории. Очень важным достижением является то, что под способом производства понимается не только производство средств существования для жизни, но и производство чужой жизни. То есть, непосредственно вот в этом произведении Маркс и Энгельс, они описывают семейные отношения и семейную жизнь, то есть, как непосредственно часть жизнедеятельности и деятельности индивидов. Способ производства общественной жизни – это определенная общественно-экономическая формация. Это обуславливает соответствующий образ жизни, что, собственно, также влияет на изменения. Автор немецкой диалоги после этого обращается к межнациональным отношениям, утверждая, что взаимоотношения между различными нациями зависят от того, насколько каждая из них развела свои последовательные и производственные силы, разделение труда и внутреннее общение. Это положение общепризнанно. Оно не только отношение одной нации к другим, но и всей внутренней структуры самой нации зависит от степени развития ее производства, ее внутреннего и внешнего общения, что, собственно, не теряет своей актуальности и до сегодняшнего дня, потому что отношение между нациями стоит очень острым вопросом на сегодняшний день. И как раз это такое высказывание, которое, в принципе, можно применить и к современному миру. Авторы говорят, что уровень нации зависит от степени развития ее производства, ее внутреннего и внешнего общения. То есть насколько развито производство, насколько дифференцированно оно, насколько, в общем-то, общение между этим производством и развитым нацией, так она будет контактировать с другими. И, в общем-то, будет это приводить к конфликтам или нет, также непосредственно зависит от уровня развития производственных сил, разделения труда и внутреннего общения. Всякая новая производительная сила, поскольку это не просто развито... поскольку это не просто количественное расширение известных уже до этого производительных сил. То есть если разделывание новых земель – это просто увеличение какой-то производственных площадей, оно влечет за собой доме еще развитие и разделение труда. Ну, то есть если вот в историческом контексте рассматривать, то сначала было там сечно-огневое земледелие, потом было, ну, в общем, потом с изменением способа обработки земли, получается, что изменялись условия развития труда, разделение труда происходило, и вот те вот изменения, они происходили. И общества, которые, например, умели более развитую систему разделения труда и более развитые производительные силы, они, соответственно, находились на более высоком уровне развития здесь. И далее активно используются такое понятие, как отношение, и понятие производительной силы. И Маркс, например, Энгельс позднее все время говорил о том, что ключом к пониманию истории для Маркса стало понятие разделения труда. То есть с разделением труда, в общем-то, изначально в истории происходило развитие экономики. В немецкой идеологии ее авторы сделали вывод, что разделение труда в пределах известной нации и приводит, прежде всего, к отделению промышленного и торгового труда, а земледельческого. То есть увеличились запросы населения. То есть крестьяне уже могли не производить, например, горшки или не ковать железо, были для этого специальные ремесленники, они могли увеличивать свое время для работы на полях, производство увеличилось, и все разделение труда позволило разделить эти сферы общества. Дальнейшее разделение труда идет непрерывно, развиваются различные отрасли производства, различные подразделения индивидов и сотрудничающих в этих отраслях. Соотношение названных подразделений обославливается способом применения земледельческого, промышленного и торгового труда. И как раз Маркс называет четыре таких способа применения труда. Это патриархализм, рабство, сословие и классы. Также в этой работе немецкой идеологии не было завершено историческое и логическое осмысление понятия общественно-экономической формации, но оно заложило основы для дальнейшего осмысления, для дальнейшего проработки Марксом в своей работе «Капитал». То есть не все очень многие основные постулаты, которые в дальнейшем были заложены в главных идейных работах Маркса и Энгельса, они были как раз сформулированы ими, или хотя бы начало осмысления их идет именно в этой работе немецкой идеологии. То есть она очень важна и актуальна для исследователей Маркса, так как именно вот тут были заложены основы. и получают... Да, да. Тут были заложены, в общем-то, основы их работ, что в очередь делает работа немецкой идеологии очень значимой и очень актуальна для исследований, для современных исследований марксизма. Кроме того, в немецкой идеологии Маркс и Энгельс впервые формулируют предпосылки, из которых исходит их историческая концепция. Это, как я уже сказала, люди, их деятельность, их материальные условия. Деятельность людей имеет две стороны. Производство, то есть отношение людей к природе, к Марксу, и общение, отношение людей друг к другу. Производство и общение соименно обославливают друг друга, но потеряющим все-таки является производством. То есть прежде всего отношение людей к природе, к тому, что он дает, что человек может из нее воспроизводить, материальные блага, которые нужны для развития общества, и для развития непосредственно человека, поддержания его жизнедеятельности. А уже потом идет взаимодействие его с другими людьми, формирование семей, которые, в свою очередь, тоже включаются в эти производственные отношения. В немецкой идеологии в Сестроне развитое важнейшее положение исторического материализма, об определяющей роли материального производства в жизни общества. Мы уже об этом поговорили с вами. Как раз вот это материальное производство, оно непосредственно было обусловлено развитием человека как биологического существа, обусловлено его биологическими потребностями. То есть, так как только человек отделил себя, человек отделил себя от природы, именно он отделил себя тем, что понял, что для дальнейшей жизнедеятельности, для дальнейшего выживания ему необходимы какие-то средства материальной культуры. И, в общем-то, вот это материальное производство имеет для него такой двигатель его прогресса. В немецкой идеологии Макс и Энгельс впервые по существу выяснили диалектику взаимодействия и развития производственных отношений и производительных сил. И это важнейшее открытие было сформулировано здесь как диалектика производительных сил и форма общения. То есть, как раз под общение он подразумевал как производственные отношения, а производство как производительные силы. Оно дало ключ к пониманию общей структуры человеческого общества, производительные силы, производственные отношения, политическая настройка формы общественного сознания и общей закономерности его исторического развития. Начало учения об общественной формации позволило научно доказать неизбежность пролетарской коммунистической революции как результат развития противоречий между производительными силами и производственными отношениями бюджетного общества. Это открытие позволило разработать материалистическое понимание истории как целостную концепцию, как непосредственную философскую основу теории научного коммунизма, осуществить исторические первые обоснования научного коммунизма. Не надо забывать при этом, что все-таки, так как они вели свои исследования и изучали уже достаточно большой период развития истории, то тут есть такой нюанс, что во многом они подстраивали свою теорию под те реалии, с которыми они сталкивались. Нужно понимать, что историческое обоснование научного коммунизма, оно подстроено под те условия, которые уже существовали на период их исследования. И в некотором роде это было просто как... То есть у нас есть теория, и по теории были подложены уже конкретные примеры. То есть если мы смотрим тот же исторический период с участием через призму, например, не марксизма, а какой-то другой исторической школы, то, соответственно, там будут уже другие примеры. Но так как это было первое научное обоснование коммунизма, то, в общем-то, оно имело такое большое значение, и с точки зрения изучения марксизма они не теряют своей актуальности и сегодня. В немецкой идеологии закладываются основы марксистской теории классов и классовой борьбы, раскрываются сущные государства, и сущность пожарного государства в особенности. Они писали, что осознание никогда не может быть чем-либо иным, как осознанным бытием. И о бытие людей есть реальные процессы жизни. Не сознание определяет жизнь, а жизнь определяет сознание. В общем-то это такая очень крылатая фраза, которую многие сейчас любят цитировать. В немецкой идеологии впервые формулируют необходимость завоевания пролетариатом политической власти вот те основные постулаты, которые потом в дальнейшем были развиты в том же Капитале и в Манифесте Коммунистической Партии. В общей форме высказывают идеи диктатуры пролетариатом и опираясь на диалектико-марксистское понимание истории. Автор немецкой идеологии разрабатывает теорию будущего коммунистического общества. И в заключении хотелось бы сказать, что созданные Марксом категории, которые связаны непосредственно с общественными отношениями, адекватно отражают современную объективную реальность и современные общественные отношения. То есть вот те вещи, о которых он говорит, они, претерпевая эмонентные заменения, тем не менее остаются инвариантными по своим функциям. Он говорит об хозяйстве, о способе производства, об экономике. И в принципе все это можно применить и к современному слою. Понятно, что необходимо, может быть, очистить это от какого-то идеологического, такого большого слоя, который сопровождает эту работу. Но если, например, рассматривать такие категории, как общественное производство, производственные отношения и все, что связано с экономическими факторами, не утратили свои функции, как определенной категории и сегодня. Конечно, продолжается, так как это было очень марксистское понимание экономики, истории, жизни и общества, оно занимало очень большой период в истории нашей страны. И критика материалистического понимания истории, она идет, идет очень активно. И в некотором роде она обусловлена тем, что очень долго существовала только эта концепция и никакая другая больше. И чтобы как-то вот... А давайте попробуем что-нибудь еще. Но если смотреть на какие-то такие базовые вещи, категории, которые, в принципе, не будут терять свои актуальности, то работа, она достаточно актуальна и на сегодняшний день. И несмотря на все это, в современных условиях экономический фактор он все равно детерминирует и определяет ход исторического процесса даже и в наших дни. И таким образом, открытое марксом, материалистическое понимание истории представляет собой научную революцию для вот того времени, когда она создавалась, и она до сих пор оказывает влияние на общество знания, на изучение общества в современном, его понимании, и играет большой роль в познании общества, и зачастую адекватно отражает закономерности и его механизм функционирования. Красиво. В общем-то, у меня все. Есть вот вопросы? Вопросы? Спасибо. Вот у меня вопрос. Вы остановились достаточно подробно на разделении труда. На этой категории, на развитии разделения труда. Каковы перспективы? На разделение труда. Перспективы разделения труда. Перспективы разделения труда. К чему стремится человечество? Что доказывает Марк и Энгельс? К чему идет дело? Что будет с разделением труда? Еще больше, дальше будет делиться? То есть, когда Марк и Энгельс создавали свою работу, собственно, разделение труда, оно шло дальше, больше, потому что это были такие условия производства. Да. Сейчас идет углубление в те отрасли, которые, собственно, на сегодняшний момент более актуальны. Если тогда это были отрасли тяжелой промышленности, и вообще промышленность, и разделение труда было очень... Ну, это понятно. А перспективы-то какие? Куда это приведет? Сейчас разделение труда идет больше в сфере интеллектуальной, в интеллектуальных технологиях, в сфере информационных технологий, а в сфере производства и промышленности, наоборот, идет тенденция к автоматизации, и получается, что к сужению вот такого разделения. Как, что значит сужению разделение? Ну, то есть, если... То есть, автоматизация, она же все равно предполагает, что... Ну, автоматизация какого труда идет? Тут автоматизация идет бурная умственного труда. Вот все эти умственные операции, там память, пересылка информации, поиск информации. Вот тут автоматизация идет очень бурно. А где вы видите в развитии производства какую-то бурную автоматизацию? Завод автоматизирует очень активно. Где вы это такое знаете? Где такие заводы вы знаете? Вот, которые уничтожаетесь, мы знаем. А какие автоматизируетесь? Назовите какой-нибудь завод. И расскажите, где вы видели завод, где автоматизация идет? Ну, я, может быть, просто... Да? Сильно незнакома с современными условиями производства, но мне кажется, это такая общая тенденция автоматизации, производства, промышленности. А ручной труд у нас вообще преодолен в промышленности? Нет. Ну, вот если все больше и больше заводится гастарбайтеров, это говорит об автоматизации производства? Ну, это же в нашей стране. Это вы же не видите. Так в нашей стране, конечно. А как вы думаете, а если не в нашей стране, вот если сюда привозят иностранные заводы, так, и здесь дальше российские рабочие должны что делать? сваривать, потом они собирать должны, а все изготавливается, ценные, так сказать, как раз интеллектуально значимые операции делаются за рубежом. Вот, покраска, которая является вредным производством женщин, отправляются, чтобы они красили это делаю все. Ну, и что тут? Какая-то-то вот такая, вы видите, такая мощная автоматизация. Ну, само это движение все больше и больше набирает гастарбайзеров. Оно свидетельствует о том, что автоматизация идет, или о том, что вместо автоматизации идет увеличение ручного труда. Вот вы знаете границы применения машин? Какие? Если я могу купить рабочую силу, она дешевая, то зачем я буду применять машину? Вот, нам нужно выкопать эту самую яму, вот у вас сидит четверо человек, идите и компайте. А если вы будете такую тебе зарплату, то я должен буду... Зачем мне компайн, когда вы мне за бесплатно почти сделаете? Ну, мы можем все вместе заболеть, например. А? Можем все вместе заболеть. Так я вас выкину и других наберу. Сейчас очень просто это делается. Для этого существует безработица, для этого существуют гастарбайтеры, для этого не оформляют договора с ними, для этого их как бы нет на производстве. Вы заболели, а это для никого не известно. У вас просто здесь нет, другие уже идут. Раз таких нет процессов сейчас? Есть, конечно. А какая перспектива вообще с разделением труда? Так и будет все делиться, делиться, одни будут заниматься одним, другие другим. И как вот, навечно будут прикованы к какому-то роду деятельности, да? Нет, мне кажется, что... Какая вот у Маркса Ангельса, как они строят перспективу, что навечно будут люди прикованы к какому-то роду деятельности или наоборот, преодолеваться будет разделение труда? Мне кажется, что они говорили о преодолении. О преодолении разделения труда. Вот та же самая автоматизация, она же как раз преодолевает. То есть, если человек занят управлением производством, автоматизированным, он ближе к людям умственного труда. Правильно? Да. То это больше похоже на преодоление, чем на дальнейшее, так сказать, усиление разделения труда. Я согласна с тобой. Вот у меня под руками текст. Посмотрите, как у Маркса Ангельса поговорится. Как только появляется разделение труда, каждый приобретает свой определенный, исключительный круг деятельности, который ему навязывается, из которого он не может выйти. Ну, допустим, вот вы конфликтологи, и так вы навечно конфликтологи. А потом вам надоет быть конфликтологи, а вы все равно конфликтологи, потому что вы никак не можете уже из этого выйти, потому что у вас такой диплом. Ну, мы можем пойти в еще одну магистратуру. Мы можем пойти в еще одну магистратуру, например. Или пойти по джиттеру высшее образование, пойти на курсы повышения графикации. Вот есть всякие возможности. В магистратуру можно попасть после конфликтологии на любое специальное. Вот я, например, в магистратуру пошла, Они по профилю. А вы сейчас в какой гистературе? Я в гистературе по конфликтологии. А были? Она была в главном истории. В любой истории. Ну вот, так а что же вы тогда вот? Вот об определении труда и нужно сказать. Вот смотрите, как пишет Маркс Энгельс. Значит, круг деятельности, который ему навязывается, из которого он не может выйти. Он охотник, рыбак или пастух, или же критический критик. И должен оставаться таковым, если не хочет лишиться средств к жизни. Тогда как в коммунистическом обществе, где никто не ограничен исключительным кругом деятельности, а каждый может совершенствоваться в любой отрасли, общество регулирует все производство, и именно поэтому создает для меня возможность делать сегодня одно, а завтра другое. Утром охотиться, после полудня ловить рыбу, вечером заниматься скотоводством, после ужина предаваться критике, как моей душе угодно. Не делая меня в силу этого охотником, рыбаком, пастухом или критиком. Это закрепление социальной деятельности, это консолидирование нашего собственного продукта в какую-то вещественную силу, господствующую над нами, вышедшую из-под нашего контроля, идущую в разрез с нашими ожиданиями и сводящую на нет наши расчеты. Является одним из главных моментов в предшествующем историческом развитии. То есть это закрепляющее людей определенным видом деятельности разделения труда рассматривается как некоторая предистория человечества, а подлинная история человечества состоит в том, что человек мог свободно развивать самые разные свои способности. Но для этого нужна другая организация общества. Мы рассуждали об актуальности репота немецкой теологии. У вас какой курс сейчас? Первый. И она вот это выступление делает как практику педагогическую. Ну как она зажгла ваши сердца? Зажгла. Это важно, да? Мне кажется, подготовились вы хорошо, основательно. И достаточно свободно, я думаю, что вы пользовались всякими записями, но не были привязаны к ним намертво, как бывает. Не уткнулись в эти записи, а выступали свободно. И то, что вам считалось важным, нужным, прочитать, выделяли и делали это хорошо. Теперь что вам требуется? Вам требуется узнать, что вам нужно сделать, что мне нужно подписать и оформить, чтобы факт, что вы провели занятие, как будто было сделано. У меня еще просто там лекции и семинары тоже. А? Там лекции и семинары тоже. Лекция уже прошла. Семинар, вот спросите их, пожалуйста, за занятия. Пожалуйста, проводите семинары. По вашему докладу. Вот, пожалуйста. Ну, у нас все это сокращенное. У тебя очень просто не было, мне кажется, как-то не очень их спрашивать. Такая практика бывает. Бывает в реальной жизни. Вот их не было. А что не было? Мне приходится проводить этот мер. Вы же хотите в реальной жизни практику или хотите выдуманную практику? Я хочу в реальной жизни, но... Надо провести семинар. Проводите. Найдите вопросы, которые были бы им близки, на которые бы они могли ответить. Но вы же должны сделать так, чтобы они могли ответить, а не только вы тут сказали, нет, нет, нет. Конечно. А в чем фокус практики? Ну вот, лекции. Лекции в этом смысле легче проводить. Конечно. Сидишь и читаешь, и читаешь, и читаешь, и читаешь. А тут люди живые. Что-то самое с них требовать. Да, но я как-то не была к этому готова. А? Я как-то не была к этому, ну, так, готова морально, что мне придется сразу семинар проводить. Как? Как? Преподаватель должен попасть вот в неинвестную ситуацию и из нее выбросать. Самое интересное. Ну, как очень плавать, вот, Ксения, как? Бросают в воду, человек плывет. Вот. Это же такой счастливый случай. Вы не только среди резин барахтаете. Вот живые люди, пожалуйста, квалифицированные студенты. Между прочим, отделение конфликтологии. Это вам повезло. Тут еще у нас и геоведы есть. И музеологи. Их сегодня нет. Опять вам повезло. Вот, спрашивайте. Они, ваши коллеги, не знаете, что их спросить. Они, между прочим, эту работу тоже читали. Так что они вас не слышали, это один разговор. Но они же читали это все. Вы можете их по этой книге или спрашивайте. Спрашивайте. Девочки, что вы думаете об этом? В чем, на ваш взгляд, стоит актуальность этой работы на сегодняшний день? Можно ее какими-то частями, какими-то идеями применить к современной реалии в жизни? Я думаю, что актуальность в научных исследованиях. Здесь, конечно, эта идея Анатольна и до сих пор, и социологическая, я не знаю, теория тоже строится на основном доме, где и Маркс. И вообще подходы, особенно, мне кажется, у нас тут музеологи, я и Эли. Мне кажется, конфликтология в большей мере как-то относится. А что касается практического планирования в жизни, то, не знаю, видимо, у вас поэтому и было наступление, поэтому сложно точно не ответить. Мы говорили о том, что такие категории, как общественное производство, производственные отношения, они, в общем-то, не теряют своей актуальности, потому что в современной экономике, например, они тоже есть. И, собственно, поэтому, если говорить о каких-то категориях или базовых вещах, то, в принципе, экономическая составляющая теория Маркса, она достаточно применима, если ее очень тщательно очистить от ее идеологической составляющей. А, вот так, интересно. То есть, какие категории, если честно, мы берем, то они встречаются в экономической жизни, то есть, ну да, и здесь. А не хотите ли попросить граждан, где-то эти идеи реализуются в каких-то странах? Ну, скажем, вот в Советском Союзе они реализовываются, так, эти идеи? Да, но есть еще ряд современных стран. В Советском Союзе сейчас другой этап. Есть ряд современных стран, где теории Маркса и Энгельса, они применяются, и вы как раз о том, о чем мы только что говорили. Ну, давайте посмотрим, где в мире, в каких странах они применяются. У нас есть такие страны, где непосредственно, так сказать, государство соответствует еще руководствуясь этими идеями, этими концепциями и реализует на практике. Вот, вы знаете, вот, товарища, он спрашивает, спросил, как? Какие вы знаете такие страны? Корейская народная республика. Корейская народная республика. Корейская народная республика. Как раз Китай, она и реализована на базе. Это уже получается, в Корее и Китае, это уже, Китай, это 1 миллиард 380 миллионов и еще 25 миллионов в Корее. Это значит уже 1 миллиард 400 миллионов. Это значительная часть человечества. Так, еще какие есть государства, в которых реализовываются эти идеи как на государственном уровне? Их не так много, поэтому я их спрашиваю, где еще. Давайте их перечислим, это же не так нужно называть. Корее уже сказали, Китай сказали. А кто с Америки воевал, в Соединенных Штатах Америки? Куба не воевала, но во всяком случае Куба, на Кубе реализовывается. А кто воевал и победил в Соединенных Штатах Америки в войне? Что не знаете? А что так много таких станков? Ну это как-то оригинально, да? В Советский Союз мы сейчас залежим на Советский Союз. Что Советский Союз? Советский Союз в Америке не воевал. Советский Союз вместе с Америкой воевал против гидеровского фашиста. А вот против Америки кто воевал? В Соединенных Штатах Америки. И в этой войне выиграл. Какой государство? И эта война в Америке проделала мощное антивоенное движение? В Вьетнам. Вьетнам. Сколько там людей живет во Вьетнаме? Много. Сколько много? Вьетнам. Ну надо спросить сколько много. У них тем более техника есть. Они могут раз посмотреть. Население. 92 с половиной миллионов. 92 с половиной миллионов. Ну миллиард. Есть ничего с ними? Туристов? Нет. 92 с половиной миллионов. А мы насчитали уже сколько? Миллиард четыреста. Ну вот значит миллиард четыреста девяносто. Два. Так. И счетчик какие есть страны? А вот турты не устраивали сейчас? Ну просто к тому, как сейчас потихонечку идет. Ну, такой как авторитарный режим. Он такой же. Авторитарный режим мы не ставили. На кубицы. Сколько человек? Посчитали кубинцев? Сколько кубинцев? Мы не прибавили. Кубинцев сколько человек? Ну я не знаю. Сейчас узнаем. Сейчас узнаем. Интересовали кубинцами? Да. А то Че Гевара, Че Гевара, Че Гевара, Че Гевара. Давайте посмотрим сколько кубинцев. Привет. А там было уже 90, да? Миллиард. Тысяча четыреста девяносто одиннадцать. Получается тысяча пятьсот один. Тысяча четыреста. Миллиард за миллиард. Вот два миллиарда четыреста тысяч. Нет. Какие два миллиарда? Девяносто миллионов. У нас миллиард. А, девяносто. Четыреста девяносто бывает. Теперь значит еще один. Миллиард пятьсот один миллион. Полтора миллиарда и еще один. А еще одну страну? Лаос. Лаос. Вот. Смотрите, вам выступать студенты. Молодцы студенты. Выступать студенты. Вот вам семинар. Интересные же вопросы. Ну это бумага же. Бумага старая. Это вот новые страны, которые реализовывают. Развиваются быстрее другие. Они обеденнее развиваются, чем капиталистические страны? Или быстрее? Часть из них быстрее. Лаос. Лаос быстрее развивается. И Вьетнам быстрее развивается. И Китай быстрее развивается. Какие темпы роста в Китае? Какие темпы роста в США? Сколько процентов? В ВВП. Какие темпы роста в ВВП? Какие у Китая? Там написано должно быть. И какие у США? Да. Это вопрос об актуальности. Правильно? Да. Сколько это актуально? То есть можно эти идеи не применять. Можно их применять. Некоторые страны их не применяют. Они так развиваются. Другие применять. Вот так развиваются. Так. Возвление. Так. Врово на душу населения. Не. Не на душу. Надо темпы роста взять. Надо сказать, что Китай все равно называет по пути рыночной экономики. Надо сказать, что Китай развивается по пути рыночной экономики. То есть если бы мы сравнивали и говорили что… Китай не в рыночной экономике. Китай находится в переводном периоде. Но у них же не чисто командная экономика. Нет. А чисто командная никогда и не было. Вообще ни у кого никогда. Чистой командной. Вот например в Советском Союзе на уровне правительства утверждалось всего тысяча номинований, номенклатурой, производимых в стране изделий. А производилось десятки миллионов. Поэтому дальше вот на уровне министерств где-то 17 тысяч номенклатурой. И все остальное внизу. Есть местные советы, исполконы. Они это решали. Эти вопросы. Местная промышленность. Там Ревоспалюканская, местная и так далее. Командная помощь в экономике – это придумка. И это невозможно вообще. Из центра… Или даже была такая теория центрального управляемого хозяйства. Из центра нельзя ничего давать. Все это дезаградируется. Так вот идет. По принципу ветвей. Все будет подробно и подробно. И это делают люди ниже. Они уже непосредственно решают. Вот скажем, запланировали посуду. А какая посуда будет? Там будут решать посуду фарфоровая или эмалированная. А дальше будут решать, а какая эмалированная и так далее. Кто это будет решать? Какие будут платья в горошек или в цветочек? Никто наверху это не собирается. Никогда и не было такой карикатуры. Это люди, которые, так сказать, с этим не согласны. Они такие рисуют карикатуры. А так, на самом деле, это нигде нету. Это и не в Китае нету, и не в Руиннаме там, не в Корее. Но мы еще не досчитали, значит, с Лавосом. В Лавосе сколько живет? Сейчас. В Лавосе когда революция была? Давно или нет? Может это раньше были революции? Сейчас уже нету. В каком году была революция в Лавосе? Когда в Лавосе была? Когда в Лавосе революция была? В Лавосе была в 49-х годах. Когда? В Лавосе. Ты с кем знакомы там в Лавосе? С кем-нибудь знакомы, нет? Не знаете? Кейсон Фамбекан, не ставите? Как еще? Кейсон Фамбекан. Известный лидер Лавосской революции. 43-й? Нет, 75-й. А, он примерно. Примерно не в то время. Недавно совсем. И сколько там? Нашли? 6,5 миллионов. 6,5 миллионов. И там было миллиард пятьсот миллионов. Миллиард пятьсот... 6... 7 миллионов. Миллиард пятьсот семь миллионов. Это очень много. А всего населения Земли? Сколько? 7. Семь. Семь. Ну вот из семи уже полтора миллиарда, так сказать. Это вот люди осваивают на практике, применяют эти идеи. Первое место по ВВП у кого? У США или у КНФ? Это для вас еще неизвестный факт или уже известный? Для США он уже очень известный. Поэтому они уже, так сказать, ориентируются не на конфронтацию с Россией. У США еще огромный внешний долг в Китае. У США еще огромный внешний долг. Помимо того, что у Китая высокий темп в ВВП... А разве это плохо, что долг? Для Китая хорошо. Хотите узнать, что такое долг в экономике? Вот сейчас у вас деньги есть с собой, вы даете мне их в долг. Кому будет хуже? Вам или мне? Нет. Ну. Я и говорю, что для Китая это хорошо. Для Крима хорошо, а у этих, у этих, у этих взяли им хорошо. Вот сейчас смотрю, в США в ВВП 18,5 миллионов долларов, и написано, что первое место. А у Китая 12,5 миллионов долларов. Это за ВВП вы смотрите? Да. Нет. Это неправильно. За какое время вы берете? В США в ВВП. Не может быть. Нет. У Китая 17% доли мирового... Доля ВВП различных стран, посмотрите. Доля в мировом ВВП. США и КНР. У США 15, а у КНР 17. Ну да, это показано, что 17% у Китая, у США 15,8. Ну вот, видите, там еще в разных... Еще не перестраивались некоторые товарищи. То есть, ситуация такая, что вот те страны и темпы роста, какие вот у Китая 6,5, какие темпы роста у США? Это 6,70. А? В прошлом году 6,70. Ну, они сейчас планируют делать 6,5. Да. Вот какие у США в США? То есть, Китай обошел по уровню ВВП в США, а темпы роста, значит, если темпы роста выше, значит, этот разрыв будет увеличиваться. Так? А если они ниже, то будет, наоборот, сокращаться. Ну, и там 2,6 только. 2,6. А у них 6,5. Почти три раза. Поэтому вот такая складывается картина, что мы можем говорить, когда мы подтверждаем актуальность вот этих вещей и этих идей. Мы смотрим, ну вот одни идеи реализовать, вот другие идеи реализовать. Если что, значит, а могли они реализовать свою национальную независимость, мы сейчас берем как раз те страны с вами берем, не те, которые как в Европе, они или у них социализм, или у них капитализм, они все равно независимы более-менее страны, самостоятельные, правильно? Та же Чехословакия, та же Польша, та же Венгрия, та же Болгария. Ну, или только они просто от разных зависят. А если вы возьмете, а если вы возьмете вот эти страны, которые мы с вами говорили, что Вьетнам был французской колонией, потом американцы пришли. Теперь, если вы возьмете Лаос, французская колония, во Вьетнаме японцы стояли, Китай японской был колонией, если бы Советский Союз не, так сказать, разгромил французскую армию. И если бы Япония, так сказать, не потерпела поражение в войне. Значит, эти страны могли нормально существовать, просто как самостоятельные страны. Я не говорю об общественном строе, а с точки зрения своей национальной независимости не могли существовать. Для них вот этот вопрос не только в объеме ВВП и в темпах роста. Это вопрос еще в том, как они могут сохранить свою национальную независимость. Как выяснилось, что национальную независимость они иначе сохранить не могут. А те, кто хотят сохранить национальную независимость свою, не будучи странами социалистическими, так как Индия, они с кем блокируются со Соединенными Штатами или с Китаем? Индия. Индия буржавная страна? Да. Буржавная, правильно? Или у вас какие-то сомнения есть насчет Индии? Нет. Нет. С кем она блокируется? Вот есть такое обвинение. БРИКС. Из кого состоит? БРИКС, слышали? Да, да, да. Бразилия. 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 Это кто? Апкин. Россия. И Индия. Индия. Китай. И Южная Африка. Сауна. Эфрика. БРИКС. А Шанхайская организация сотрудничества ШОС, кто туда входит? Опять Китай, Россия. Индия. И Пакистан еще. А Пакистан, что можно сказать, друг этой самой Америки? Откуда входит? А почему? А потому что, посмотрите, что происходит вот с такими странами вроде... Ливия хорошо жила, где Ливии нету? Потому что сотрудничество с Соединенными Штатами Америки, оно всегда чревато. А? Струдничество с Соединенными Штатами Америки, оно чревато для своей собственной безопасности. Да. Да. Ну что с Ираком стало? Он был, так сказать, светское государство стало после войны. Кто ввел с Ираком войну? Соединенных Штатами Америки опять. Но они и другие приглашают, чрезвычайно. Югославия была самостоятельная страна в Европе. И что с Югославией? Сколько там теперь государства? Дребники разбили это самое государство. То есть вы нам рассказывали с теоретической стороны, сколько это вот актуально, интересно, полезно и так далее. Вот с точки зрения выработки категорий, а мы посмотрели на это с другой стороны. Вот взяли некоторые государства и стали реализовывать эти идеи. И реализация этого. Но до этого реализовывал Советский Союз. И пока он реализовывал, темпы роста были выше. И успехи экономические были большие. А сейчас мы на каком месте? Советский Союз на каком месте? На втором. В мире. А сейчас? В каком сейчас Россия в мире месте? По ВВП. Да, по ВВП. На двадцатом? На девятом. На девятом? А тут ходе всего сразу две, четыре, пять, шесть. Шестое место? Шестое место. А Россия была царской на каком месте? На первом. На пятом. А теперь на шестом. Развелся. После того, как была на третьем, поerto rebuild этой в первом. И на третьем по уровню производительности труда. Вот картина, которую мы наблюдаем. Это говорит как раз в пользу вашего доклада о том, что эта работа актуальна. И, так сказать, она актуальна, потому что она и с теоретической стороны актуальна, и с точки зрения практической, конечно, тоже. Семинар провели? Да. Ну, короткий семинар, но это практика, но не обязательно так все подробно. Хорошо, а вы ко мне подойдете, когда какие бумаги надо сделать? У нас с вами приближается окончание наших занятий. У меня в руках календарь, и из этого календаря мне ясно, что у нас в апреле будет еще одно занятие. В апреле одно занятие. Потом у нас в мае, значит, 15, 22, 29, это понедельник. У нас еще пятница же с вами. Так, нет, у нас не одно занятие в апреле, у нас же еще пятница будет. У эту пятницу у нас какая-то, 14 число. 14-го. Нет, у нас не 14-е, почему? Это пятница 21-го. Нет, 21-го. 21-го число у нас будет, и вот понедельник 24-го. Два занятия осталось в апреле, 21-й, 24-й. А в мае, а в мае у нас там еще будет 15-е, пятница 19-е, 22-й, 26-е. 26-е, может, уже и не будет. До какого у вас там, если до 20-х, наверное, идет. Надо с вами зачет. Вот, так что надо будет нам обсуждать с Телентом Анатольевым, как там все это завершается. Теперь я хочу вас проинформировать, что на следующей неделе, 22-го числа, вот в плане обсуждения вот этих идей, будет проходить конференция. Научно-практическо-международная. Через 2-го. Через 2-го апреля. Она будет проходить в разливе. В музее, в каменном павильоне, ресторан, в каменном павильоне, в музее шалаш. Вот. Председателем этой конференции, в комитете этой конференции, как раз являюсь я, и поэтому я вас с удовольствием приглашаю. Если вы хотите побывать на такой конференции, которая будет обсуждать такие вопросы Ленин-Октябрьской революции и современности. Как бы в этом приключении, но не Макс Энгельса, а более близкие к нам уже положения, с учетом того, как они изменились в современную эпоху. Участвуют будут, в том числе, профессора нашего университета, в том числе, товарищи из других городов и из других стран. Доклад прислала греческая компартия, тезисы прислала латышеская соцпартия, и приедет из Белоруссии товарищ, который будет делать доклад, это проблема войны и мира сегодня. Так что, если кто желает поучаствовать, поприсутствовать, 22 суббота, 22 апреля, сбор 15 и 10 у Черной речки, нас повезут российские капиталисты на автобусах, третий парк, который второй по увеличению капитала, здесь вот среди компаний, которые переводят, на двух неопланах. Там эти япланы будут стоять, там будет конференция до пяти часов, в селье не будет такой чай-кофе, брейк. А по окончанию в ресторане «Шалаш» это же третий парк, который нас ведет, устраивает фуршет безалкогольный, чтобы не говорили, что тут начитались, ледяно-морцинка, спинопильник. И потом эти же самые автобусы примерно к шести часам привезут в Черной речке. А культурный комплекс – это государственный чайник, Санкт-Петербургский историко-культурный комплекс в Разливе. И три учредителя этой конференции, газета «Народная правда», я как главный редактор ее представляю, и председатель оргкомитета, мой заместитель по газете и является заместителем председателя оргкомитета, и директор музея «Шалаш» является членом оргкомитета. Вот такая картина. У нас пока имеется на сегодняшний день 26 тезисов докладов, которые присланы на нее. Так, выступление я буду давать по 8 минут. Сложившиеся традиции, с тем, чтобы не читали и не усыпляли людей. 8 минут следующий, независимо от звания и прочего. У нас Надежда Преземерзановна из наших товарищей должна прислать. Она будет в командировке, но ТЕС она собиралась прислать, Ленин Карпилосов. И доктор социологических наук Синютин прислал с факультета социологии своей ТЕСы. Доктор экономической наук Тарандо, Елена Евгеньевна, тоже с факультета социологии, с картина экономической социологии. Будет профессор Огородников из Можайского, выступать. И так далее. В общем, такое довольно любопытное мероприятие. 11-й уже. Это ежегодная конференция. Так что, если есть желание посмотреть, то присутствует. Ну, все прошло. Так, какие есть еще вопросы? Нету? Спасибо вам за участие. Вам спасибо за то, что вы нас навестили, провели у нас лекцию семинар. Всем очень понравилось. Я надеюсь, что снова сказали. Я надеюсь, что это было сказано. А? Я надеюсь, что это было сказано без сарказма. Не понял? Ну, я вот тоже очень рада была. Ну, очень хорошо. Прекрасно. У нас тут хорошо. Приходи к нам и чем? Я с удовольствием. Хорошо, Ксения. А это вы со мной связь имеете? Телефон есть? Все в порядке? Есть ко мне вопросы? Нет? Так, как тут и, так сказать, была товарищ Наумова, готовилась. Мы с ней беседовали, с чем ей выступать. Она, видимо, так сильно готовится, что все детали не пришла. Она готова, готова к себе, ну, смотри. Такой, нервы разыгрались, наверное, так тяжело. Но это серьезно. Вообще вопросы серьезные, конечно. Так вот, скандальчика тут не быть теперь. Ну, в общем, с другой стороны, только на серьезных вопросах и можно автоваристы. Все, спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...